Протесты уже не те. Правые и левые силы вывели своих сторонников на улицы Берлина. Меньше, чем обещали. На этот раз официально в Вашингтоне и Берлине подтвердили. Дональд Трамп и Ангела Меркель встретятся 14 марта. Автомобильные дрязги Германии. Даймлер отзывает миллион машин из-за проблем с перегревом, а французы покупают Opel. И все-таки другой альтернативы нет. Большинство пожилых немцев заявили, что довольны своей жизнью. От 500 до 1000 человек вышли на демонстрацию в Берлине под лозунгами «Меркель должна уйти». В большинстве своем это представители правых радикалов и правых популистов. Их основу составили члены движения «Хулиганы против салафитов». И традиционно в пику радикалам на улицу вышли представители левых партий и профсоюзов. Под флаги «Мы за Берлин», «Мы за Германию» они собрали почти 2500 человек. Полиции пришлось быть на чеку, чтобы политические разногласия не послужили поводом для столкновения. Однако обошлось. Обе акции были непродолжительными. На стороне левых в колонии прошли также федеральные и земельные политики. Акция правых выбрала маршрут от вокзала до Александра Плац. Их противники шли хоть и большим числом, но параллельным курсом. Полиция отмечает, что количество участников в подобных демонстрациях уменьшилось. Сами противоборствующие стороны выходят с митингами уже в пятый раз за последнее время. Причем с каждой демонстрацией разница в заявленных и фактических участниках растет. Так, на акцию «Меркель должна уйти» организаторы заявили 3000 ходоков. Пришло как минимум втрое меньше. Зато неожиданное подкрепление в лице прохожих получили участники антифашистского марша. Массовые протесты в Лондоне. Порядка 250 тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против сокращения расходов на национальную систему здравоохранения. Речь идет об обновленной бюджетной политике правительства, согласно которой якобы с 2017 года грядет сокращение госдотации на Минздрав. Наше здравоохранение в кризисе не из-за перерасходов. Оно в кризисе из-за недоплат. И кризис создали на Даунинг-стрит. Мы будем блокировать любое соглашение, которое открывает дорогу сюда американским медицинским компаниям. Не дадим им отщипывать ломти от нашей системы здравоохранения. Это не их дело. Это наше дело. Для меня система здравоохранения очень важна, потому что я и пациент, и медсестра. Я оказываю помощь людям, которые рассчитывают на меня. Но я работала и там, где люди вынуждены платить за медуслуги. И они умрут, если не смогут заплатить. Я не хочу больше такого видеть. По словам протестующих в Британии, в результате таких действий в двух третьих английских графств, соответственно, больницы урежут свои услуги населению. В свою очередь, Министерство здравоохранения попыталось успокоить граждан, заявив, что дополнительно выделит 4 миллиарда фунтов на компенсацию рисков. Но британцев это не успокоило. Демонстрация прошла по улицам Лондона и завершилась у стен парламента. В самой национальной системе здравоохранения в сдержанной манере отметили, что сэкономленные деньги просто перераспределят, отправят в муниципальные медицинские службы. Хотя признали, что государственные расходы на здравоохранение в последнее время значительно выросли. Противостоять националистическим и ультраправым настроениям в Европе призвали сразу два президента. Германия, Яхим Гаук, и Австрия, Александр Вандербелин. Оба лидера по отдельности разными словами высказали одну и ту же мысль. Альтернативы объединенной Европе и существующим демократическим ценностям нет. Причем Гаук говорил это в статусе уходящего президента, а Вандербелин как недавно пришедший к власти лидер. По его словам, сам национальный суверенитет в том виде, в котором его подают ультраправые, в современном мире лишь иллюзия. Границы давно перестали быть высокими непроходимыми стенами, а потому лишь интеграция разных граждан в общество и общность интересов – шаги на пути развития государства. Его поддержал Гаук, заявив, что националистическим тенденциям нужно противопоставить Европу солидарности. Оба заявления прозвучали на совместной пресс-конференции в Берлине. Стоит отметить, что оба президента отметили особенности бюрократического аппарата и культурные традиции, поэтому Гаук заметил, что некоторые полномочия, конечно, должны принадлежать отдельным державам. Прокомментировали оба лидера и последнее событие назвали ошибкой. Желание националистов в преддверии президентских и парламентских выборов в Европе снова разделить старый свет на небольшие отдельные государства. Брекзит назвали трагической ошибкой. Хотя и такой, что открыло глаза молодежи на собственную пассивность в принятии государственных решений. Напомним, решающую роль на референдуме в Британии сыграли голоса пожилых граждан. Яхим Гаук передает полномочия президента Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру 18 марта. Ангела Меркель и Дональд Трамп встретятся 14 марта в Вашингтоне. Информацию о запланированной встрече подтвердили обе стороны. Ранее канцлер Германии общалась с Дональдом Трампом только по телефону. 28 января лидеры обеих стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с Россией, конфликт в Украине, роль НАТО в поддержании мира и стабильности. Тогда же Ангела Меркель пригласила президента США на саммит G20, который пройдет под ее председательством в июле 2017 года в Гамбурге. А Дональд Трамп, в свою очередь, предложил встретиться с канцлером Германии в Вашингтоне. Во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Ангела Меркель впервые пообщалась с представителем администрации Трампа, вице-президентом США Майклом Пенсом. Ранее, напомним, Ангела Меркель критиковала миграционную политику Дональда Трампа. Канцлер ФРГ призывала отменить указ, запрещающий въезд в США беженцам и гражданам некоторых мусульманских стран. Кругом одни враги. Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефон накануне выборов. В своем твиттер, который стал последние месяцы главным пресс-центром главы США, Трамп написал «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал меня в Трамп Тауэр перед моей победой. Ничего не услышал, но это маккартизм». Другими словами, Трамп сравнил прослушку своего телефона с вотергейтским скандалом. Напомним, в начале 70-х подопечных республиканца Ричарда Никсона застукали в момент прослушивания штаб-квартиры демократов. Этот случай стал единственным в истории, когда президент при жизни досрочно прекратил исполнение своих обязанностей. И чтобы два раза не печатать, Дональд Трамп также обвинил Барака Обаму в связях с Кремлем. Вот, мол, демократы обвиняют республиканцев, а при Обаме Сергей Кисляк, посол России в США, посещал Белый дом аж 22 раза, и 4 только в течение 2016-го. По словам Трампа, этот грех тяжелее, чем те связи, в которых обвиняют его команду. И еще один скандал. Американские СМИ пишут, что зять и нынешний старший советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер встречался с российским послом. Об этом написало издание New York Times. В статье говорится, что с послом Российской Федерации в Америке Сергеем Кисляком, кроме Кушнера, встречались еще два представителя избирательного штаба Трампа. Представитель Белого дома Хоуп Кикс объяснила, что целью этой встречи было установление канала коммуникации между будущей администрацией Трампа и Москвой. Общение было недолгим, всего 20 минут, проходило в декабре в небоскребе Трамп Тауэр на Манхэттене. Другое американское издание USA Today опубликовало материал, в котором речь идет о том, что с российским послом встречались еще два представителя избирательного штаба Дональда Трампа, Джеффри Гордон и Картер Пейдж. Они виделись в рамках конференции Фонда Наследия в Кливленде в июле 2016 года. Оба утверждают, что они имели неформальный разговор с Кисляком без содержательных обсуждений. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что во время этих встреч не обсуждалось ничего существенного. Сотни тысяч людей на центральной площади Сеула. За последние месяцы эта картина стала привычной для жителей южнокорейской столицы. Поводом для массовых протестов стал коррупционный скандал вокруг подруги президента страны, которая, как считают следствия, пользовалась влиянием на Пак Кэнхэ, вмешивалась в государственные дела и вымогала деньги у крупных корпораций. В ближайшее время Конституционный суд должен вынести решение об импичменте главы государства, за который уже проголосовал парламент. Демонстранты в субботу призывали как можно скорее отправить Пак Кэнхэ в отставку. Я пришел потому, что вне себя от ярости из-за всей этой лжи, которой президент пичкала народ. Надеюсь, Конституционный суд объявит об импичменте. В случае положительного решения суда Пак Кэнхэ покинет пост досрочно, за год до истечения своих полномочий. Она может стать первым президентом Южной Кореи, отстраненным от власти демократическим путем, а не свергнутым в результате переворота. По данным организаторов, на очередной митинг за импичмент президента вышли около 900 тысяч человек. Сексистский скандал в Европарламенте. Польский депутат выступил с трибуны парламента с унизительной речью о женщинах. Он рассказал всем присутствующим, в том числе представительницам слабого пола, что женщины глупее, слабее, а потому должны зарабатывать меньше. В ответ на это присутствовавшая в зале депутат от Испании Ирацке Гарсия Перес заявила, что именно от таких мужчин она и защищает европейских женщин. Заявление поляка вызвало резкое неприятие у многих его коллег. От имени президента Европарламента Антонио Таяни я выражаю возмущение и осуждение того заявления, которое прозвучало из уст господина Корвина Микке. Мы не можем допустить выражения таких позорных утверждений в Европейском парламенте, так как гендерное равенство является одним из основополагающих принципов функционирования Европейского Союза. Председатель Европарламента Антонио Таяни объявил о начале расследования в отношении депутата. Если вина политика будет доказана, ему грозят санкции в виде штрафа или временного отстранения от работы. Это не первый скандал, в центре которого оказался поляк Корвин Микке. Его уже неоднократно штрафовали за расистские и сексистские высказывания в ходе парламентских дебатов. Ранее политик заявил, что на точку зрения женщины влияет мужчина, с которым она состоит в интимных отношениях. До того Януш Корвин Микке показал нацистский жест в парламенте. Немецко-турецкий скандал из-за арестованного в Турции немецкого журналиста набирает обороты. Накануне Реджеп Таип Эрдоган назвал Дениза Юджеля агентом Германии и членом рабочей партии Курдистана. А саму Германию обвинил в содействии терроризму. Вы следите за последними событиями в Германии? Знаете, почему все это происходит? Нет, нет, не потому что корреспондента Дивельт арестовали, а потому что этот человек прятался месяц в посольстве Германии как член рабочей партии Курдистана. И немецкий агент. Целый месяц, когда мы сказали им сдать его, чтобы мы могли его судить, они отказались. А когда канцлер ФРГ упомянула это, мой ответ был таков. Мы требуем выдать ваших террористов. Вы же сами говорите, справедливость – это беспристрастность и независимость. Наша судебная система именно такая. Отдайте нам его, и мы будем его судить. Они сначала отказывались, а потом все-таки сдали. А судебные власти уже сделали то, что было необходимо, и арестовали его. Президент Турции также добавил, что в то время, как его министрам запрещают выступать в ФРГ, представителям, цитата, запрещенных курдских организаций, конец цитаты, в Германии предоставляют возможность выступать перед немецкими турками. Напомним, Денис Юджель добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля и был задержан, а 27 февраля суд в Стамбуле выдал ордер на его арест. Сейчас он находится в тюрьме под Стамбулом. Журналисту вменяют членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребление в использовании информации. Первые лица Германии, представители Еврокомиссии, неоднократно призывали освободить Дениса Юджеля, который имеет как немецкое, так и турецкое гражданство. В Германии уверены, журналиста задержали из-за критической статьи, в которой корреспондент использовал украденные хакерами электронные письма зятя президента Турции. Наблюдательный совет французского концерна PSA одобрил покупку немецкого автопроизводителя Opel и его сестринской британской фирмы Vauxhall. Обе компании сейчас принадлежат американской General Motors. Эта сделка позволит PSA, производителю Peugeot и Citroën стать вторым по величине автоконцерном в Европе после Volkswagen, подвинув таким образом другую французскую компанию Renault. Предположительно, официально о сделке объявят уже в понедельник, 6 марта. О переговорах между PSA и General Motors стало известно в конце прошлого года. Это вызвало беспокойство немецких властей в связи с возможными сокращениями сотрудников Opel в Германии. Однако представители Opel и PSA заверили чиновников и сотрудников в том, что сокращения не планируются, а производственные мощности Opel останутся в ФРГ. Европейский бизнес General Motors за последние 16 лет принес компании убытки на 14 миллиардов евро. Прошлый год также стал убыточным для Opel и Vauxhall. Отрицательный баланс фирм составил 240 миллионов евро. Бум на рынке недвижимости в ФРГ в 2017 году продолжится. Однако в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте цены на покупку и аренду квартир могут начать снижаться. Об этом идет речь в весеннем докладе Центральной комиссии по недвижимости. Причина вероятного падения цен на недвижимость в этих четырех городах ранее рынок был сильно перегрет, цены завышены. Смена тренда с роста на падение может произойти впервые за много лет. Как утверждают специалисты комиссии, в ближайшие пять лет цены в этих крупных городах могут упасть на треть. Эксперты называют три причины такой тенденции. Во-первых, недвижимость последние семь лет дорожает существенно быстрее, чем арендная плата. Во-вторых, количество внешних и внутренних мигрантов уменьшится. Кроме того, переселенцы будут ориентироваться на города с более доступными ценами на жилье. И в-третьих, темпы жилищного строительства в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте в последние годы просто зашкаливают. Однако ученые Института немецкой экономики в Кёльне, наоборот, говорят, что даже бум строительства в крупнейших немецких городах не может удовлетворить спрос. По их наблюдениям, нехватка жилья там будет только расти, а вместе с ней цены и арендная плата. Что же касается других городов, то все специалисты солидарны в том, что в них по-прежнему сохранится рост цен на недвижимость. Однако он будет весьма умеренным. Все это значит, что для потенциальных инвесторов в немецкую недвижимость перспективы весьма неплохие. Однако в крупнейших городах, и особенно в Берлине и Мюнхене, им стоит быть осторожнее. А квартиросъемщикам следует ждать, что аренда жилья в крупных городах не будет так стремительно дорожать, а, возможно, даже подешевеет. Большинство пожилых немцев довольны своей жизнью. Таковы результаты исследования, проведенного в Германии по заказу страховой компании «Генералли» среди пенсионеров. Согласно опросу, 85% пожилых людей в ФРГ довольны своей жизнью. А 15% из них даже очень довольны. И лишь 1% опрошенных сказали, что недовольны. Разницы между жителями западной и восточной частей Германии нет. Аналогичные показатели по удовлетворенностью своей жизнью показывает также возрастная группа, в которую входят подростки и молодежь. Лишь третья часть респондентов назвали старость и сопутствующие ей проблемы тяжелым грузом. Другая треть, наоборот, заявили, что пенсионный возраст предоставляет много преимуществ. Благодаря появившемуся свободному времени можно предаваться любимым занятиям. И еще одна треть участвовавших в опросе согласились с тем, что преимущества и недостатки пожилого возраста уравновешивают друг друга. В исследовании участвовали более 4 тысяч человек в возрасте от 65 до 85 лет. В ФРГ проживает 15 миллионов пенсионеров. И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова